Мы взаимопонимаем друг друга, и Рэн ТВ говорит, не уходите от нас, наш рейтинг держится, я будет вам говорить, благодаря вам и порнографии. Смотрите, меня в китае, я достиг чего-то, согласитесь, в жизни. Проститутка, пред, ляпи, струбец, гость, нас, Михалов, и порнография на Рэн ТВ. Можно такое, я умолю, где-нибудь. Да, молодежи много, и молодежь, наверное, еще любит ко мне ходить, потому что я о них говорю им правду. Но я говорю с любовью. Почему с любовью? Потому что я знаю, что они способны. Это они не знают, а я знаю. У них процессор работает очень быстро. Просто знаний нет. У них у многих мозг такой не просто чистый, он дерзкий. Он, знаешь, ни разу не пользуется. И у них есть один серьезный недостаток. И я это все говорю с любовью. Потому что им никто этого не скажет, у них экзамен принимает, компьютер сегодня, железка. У них беседы нет с учителями. То, что развивает мысль. Молодые люди не умеют пересказывать фильмы. Вы слышали, как они тут, бапап, там, тр-тр-тр-тр-тр. Это же они фильмы пересказали. Мы сегодняшний день. Да, беседовать они не имеют. Мышление у них у многих. У многих. Я не про всех говорю. СМС начинаю. Они же такие кнопкотыки. Знаете, сидят со столом взрослых. Анекдоты, пиздянка, песни. И дети сидят. Слышные, маленькие злобышки. Лица напряженные. Перепошенные фигуры. У клана сидели всю жизнь. У всех мобильники сидят. Эй, хохочется. Такие кнопкотыки. А знаете, развивается тот орган в поколении, в котором поколение больше всего пользуется. Я через стол вот такой памятник. Так, конечно, это такая лопает. Я стоял как-то в лифтах. Лифта долго не было. Подошел такой перчик молодой. Вот такой. Знаете, шеринка ниже когану. Ощущение, что до туалета не дошли. Ну, короче, маднявый чувак. Лифта нет, я могу лифта ждать сколько угодно. Потому что мне есть о чем надумать. О чем? Овечно. Книжку прочитал недавно. А этому думать нечего. Он даст... 15 секунд нет лифта, у него уже правая рука. 30 секунд нет. Ага. 40 секунд прошло. Весь организм спортирует. Он прошел. Вы, ну, мобильный, естественно. Все молодые люди, когда им не о чем думать, а часто им думать не о чем, вынимают, что мобильный телефон. И он, чувствую, набирает смс. Я допустил бы хорошую поступку. Я затянул через плечо. Что он там сейчас на смс? Без чего он жить не может в данный момент? Что для него самое важное? Вот есть такой писатель, садерик, он выступает задорно. Вот он часто говорит, мы готовы, вот он прав. Он на смс-у. Готов? Ну ты чё? Очень важно. Без этого дальше жить без эффективности. Слава богу, никто долго не было. Я продолжал смотреть через плечо, ждал ответа. Я дождался. Готовы? Ответ пришел. Булькнул. Булькнул ответ. Я ничего, ты чё. Это очень умный разговор. Бедное поколение. Я для них практически и выступаю сегодня. Чтобы они хоть немножко зацепились за что-то. Я однажды организовал в субботниках. Я объявил на блогах, на всех своих, вот как говорят теперь, ресурсах, давайте проведем субботник. Ну вот, вроде прикол, а вроде нет. Есть законы природы, есть законы юридические. Вот почему я это сделал. Юридические законы, надо знать, чтобы тебя не посадили. А хочешь быть счастливым, надо жить по закону природы. У славян еще это сохранилось. Вообще в России это сохранилось. Потому что в России сохранилось много простых, негламурных, нормальных людей. Что такое гламур? Это понятие уродов учив по красоте. И, сложная фраза, да. Но, молодые люди не знают, что есть законы природы. Вот встает солнце в утром, это закон природы. Нельзя, вот наш медведев, чудный человек, совершенно ягод. Ягод. Он так вот в руках. Глаза честные. Я верю, что он не съедет. Что он даже в кепке его не дает. Но он думает, что то, что в интернете, то и есть закон. Это большая шифра. Он сменил часовые пояса. Уничтожен. И в результате, вот, вы это хитрецы. У вас это хорошо, у вас правильно. А перец живет на два часа раньше. И у них полдень на три часа позже. Вы понимаете, что это сбой биологических часов в организме. А если у человека сбывается биоритом, он становится программируем легче. И это не просто так происходит. То есть сбили закон природы внутри биологии человеческой. Это не будет. Медведев не понимает этого. И не надо ему говорить, он не поймет. На хрен, в айфоне этого нет, википедия в этом не написано. Бессмысленно. Он его так зовут. Он считает, что он может национальную идею России в Твиттере выработать. Нормально? Он даже не знает, что ограниченное число знаков не хватит для выработки национальной идеи России. И он как-то по Первому каналу сказал, я получил месседж в Твиттере. А Первый канал для домохозяек. А вот, ты с кем сейчас разговариваешь? Потом домохозяек звонили друг другу, спрашивали, чего он в Твиттере там? Когда он сменил часовые пояса, нет, ну, конечно, да. Во Владивостоке обрадовались, решили, что теперь за четыре часа долететь на Москву. И вот есть законы природы. Сегодня люди все больше отходят от природы. Они не чувствуют этого. К сожалению, это...